мир тебе брат николай он звук да с миром принимаю слышу ну у нас все записывается выставляется в интернет то не против я за отлично скажи не против я не против во славу божию слава христу расскажи пожалуйста свою историю как христос тебя нашел как привел в наш наше сообщество наше нашу интернет общину я бы так даже сказала я тебя слушаю во имя отца и сына и святого духа вот сразу хочу предисловить такое сказать что когда мы слышим эти слова то не всегда понимаем что за этим стоит вот то есть когда мы во имя святой троицы говорим о кресте это значит мы уже говорим от истины то есть который есть христос как иоанна 14 6 вот написано иисус сказал я есть им путь и истинная жизнь никто не приходит к отцу как только через меня ну и вот хочется говорить нет теоретических каких-то знаний а именно с точки зрения может быть и вероучительной но изнутри взаимоотношений с господом с христом то есть вот такое у меня желание сегодня именно поведать свой личный какой-то опыт жизни с христом и соприкосновение с ним и соответственно те кто будут слушать они тоже должны как бы научиться слушая настолько глубоко быть молчаливыми открытыми чтобы научиться услышать как бы всем существом не слова только которые я буду говорить но и дух то есть суть истины слов которые вот сейчас попробую с открытым сердцем вам это донести вот такое у меня обращение то есть постараться не цепляться за какие-то детали возможно косноязычность мою а именно вот этот дух попробовать ощутить если ты не против поправочка то по хронологии вот с рождения с твоего и до сегодняшних дней так ну родился я 3 июля 1987 года в городе москве отец у меня инженер по образованию мама у меня учитель музыки по классу фортепиано вот у меня есть брат младший на два года павел также у меня были живы дедушки два оба из папины из маминой линии александр с маминой линии исакович кстати вот и по отцовской линии владимир георгиевич и была еще мама жива отца вера николаевна вот по просьбе вера николаевны моей бабушки меня крестили в храме иконы знамени божьей матери есть не ошибаюсь на рижской у нас находится этот храм который не закрывался вообще никогда то есть он как построен там и там служила по-моему три или четыре патриарха успели там послужить я недавно там был то есть там прямо патриарх то есть храм представить да и там патриархи которые служили в нашем храме и пошло там чуть не от пимена то вот фотографии известных людей ну да но это я первый раз вообще такое вижу то есть это мощное впечатление производит и этот храм чуть было не снесли там рижскую эстакаду строили когда он там прямо находится так на переплетение этих развязок дорожно но все равно остался все слава христу ну вот крестили меня девяносто первом году то есть возрасте четырех лет согласно свидетельству крестил меня протерей александр фарковец сейчас он настоятель храма где-то на парке культуру по моему я сейчас точно не помню я ездил к нему встречался несколько раз с ним уже пытался выяснить все таки у меня погружал или мочил но дважды мне подтвердил что погружал но как это в четыре года меня можно было погружать чашу потому что купели у них не было как я выяснил у нынешнего настоятеля который уже 30 лет настоятель федорожек его зовут он сказал что купель начали строить девяносто четвертом году вот но это вот не знаю а тот который меня крестил он говорит что я всех мальчиков крещу погружением потому что вдруг священник будет не был моченый вот но не знаю вот так по крайней мере он так говорит значит и после того как меня крестили 4 года потом я жил и не дружил и никто про христа мне слова не сказал то есть вот вхождение в церковь который нам но передано как правильно должно быть что сначала ты должен веровать потом должен некое исследование тебя должны верующие произвести как ты про яка веруешь ты как веруешь и после этого когда уже поняли что ты не дурака валяешь а действительно ты понимаешь во что ты веруешь и но на что-то подписываешься на самом деле да когда ты принимаешь крещение тогда тебя уже кресит у меня это было нарушено вот бабушку которую как по просьбе которые меня крестили сама на исповедовалась не исповедовалась насколько она мне сказала и не причащалась но причащалась я думаю на все-таки когда ее саму крестили возрасте не знаю в каком но там обычно причащают детей вот и так до конца жизни мне не удалось ее исповедовать и причастить я бы давай священника привезу нет 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 ты что этот придет тут все подумать что я умерла там или еще что-то но вот это еще восприятие такого уровня вот ну и ничего мне не удалось дед мой который с этой бабушкой жил ее супруг владимир георгиевич он мне вообще заявил как-то уже когда я уверовал ты в бога веришь и в церковь ходишь я считаю говорит что это позор вот такие но чисто советского вот это он как человек порядочно себя вел но по мирским меркам вот но именно веры тоже там никакой не было я уже его крестил можно сказать что в несознательном состоянии деменцию не было сам крестил мирским чином крещается раба божий владимир во имя отца аминь и сына аминь и святок духами и даже не опускал его просто краплением крестил потому что уже его ну я и не знал во первых что нужно троекратно погрузить тогда я правило не читал апостолов 50 вот но так сделал и за него как уже крещеного несознательном состоянии мне все равно благословили что его можно отпевать тоже вот пели в храме ну вот и значит как мы я жил отец всегда ну практически всегда зарабатывал но в разы больше чем все вокруг и когда в 90-е все вспоминают как они в очередь за картошкой стояли там или еще чего-то или бананы можно было раз полгода купить завернуть их газету положить антресоль чтобы по одному есть мы с братом по очереди папа не отпускал никогда вместе чтобы если что случится то не потерять сразу всех мы ездили отдыхать в испанию в италию в турцию египет там францию парижа не помню там шесть лет я ну то есть объездили все что можно ну в америку не летали в канаду так очень много где были в основном европа африка вот это ну тунис и всякие вот это и при этом по стране по собственным и практически не ездили только до дач до 90 годы вот ну все детство так прошло и юность то есть все по принципе она так и продолжалась до недавнего времени у меня сплошные какие-то ну куда хочешь туда едешь никаких ограничений то есть такого чтобы я в черту нуждался или там у вас есть а у меня нету вообще никогда не было то есть было все вообще я не не мог терпеть ананас или недавнего времени потому что меня перекормили ананасами в детстве ну то есть есть ананас и рябчиков жуй день твой последний приходит буржуй вот это прям но вырос в атмосфере любви а нас отец несмотря на свою работу который было много выделял время на нас ходил с нами занимался и карате он сам тренер был но занимался уже не как тренера просто и в бассейн нас водил и прочее ну то есть и мама нас не бросала в детский сад нас не отдавали домашнее было такое воспитание дед занимался с нами тоже физкультурой там первым делом купил комплекс спортивный мы с братом там лазили как обезьянки но соревновательного духа у меня никогда не было бывают люди такие вот надо там вася 5 потянулся я 7 например не у меня этого не было но зато когда в школу пришел я ну почти все всегда больше всех подтягивался быстрее всех пробегал там 100 метров куза 13 секунд и так далее то есть такие вещи некий часть этим вот и в целом семья дала такое хорошее воспитание какие-то моральные ценности были вложены то есть вот как не знаю закон и естеством творят написано вот это в принципе можно сказать что про ну большинство членов моих семей семьи это так за исключением каких-то отдельных у каждого перекосов которые по мирским меркам можно сгладить по божественным конечно уже никак божественный ответ не выдерживает какие-то вещи сейчас их не буду обсуждать но вот ну то есть отец там например так просто пример приведу он там мог человеку подарить машину холодильник там не знаю я уж не говорю про мелкую бытовую технику постоянно было звонили мы там просили людей устроить на работу он их устраивал они его потом придавали деньги крали у него там ну там например 300 тысяч долларов в таком масштабе ну типа дай я потом верну ну и и не вернули до сих пор есть люди которые сейчас при деньгах они могли вернуть но с них спросить невозможно потому что ну там где сядешь там и слезешь вот и он в принципе безлогий у них говорит он не верит в бога ну как я вижу по крайней мере он постоянно но подкалывает можно так сказать на тему веры это еврейская тема которая для управления людьми ну и прочее это все стандартный набор такой вот но при этом самом на многое как христианин делает вот ну по совести да то есть по совести вот веры ну так косвенно я касался через одноклассников два верующих одноклассника было которые не стеснялись об этом говорить первый одноклассник такой станислав самсонов я с ним поручился но почти все классы там я не помню может быть с 5 или 6 там нас объединили и он так уверенно это говорил то есть не было даже намека на то что его можно подколоть но это например я даже не знаю с чем сравнить вот ты например можешь рассказать как ты с отцом сходил там по грибы или что-то то есть никому в голову не придет над этим смеяться и он также рассказывал о вере своей ну там я вот там хожу в церкви сейчас паск там или там пост то есть у него не было никаких но это уже в старших классах основном беседы были и рассказывал он про свою квартиру необычную значит там у них явно бесовщина какая-то происходила ну вот сидишь на кухне и сервант вот стоит если вот тарелки прямо вот так летят в угол и разбиваются так раз 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 позвали священника он не успел зайти начать молиться сбежала тут просто сбежал из из квартиры но надо осветить было вот ну и потом они какой-то момент там он сам уже иконостасе сделанных на кровати такой крест повесил все там может не крест даже но иконостас точно я помню не был много икон и молились они все но все равно это продолжалось тому тапочки поставишь возле кровати они так 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 и в другой этой нападение были на него эти бесовский то есть он лежит говорит страх такой что сейчас меня прямо возьмет и выкинет ну то есть кошки начинают вот так вздыматься ну знаешь как они прогибаются так шипят собака забивается под кровать вот кулик там жалобная и ужас такой вот здесь прям холодок начинается и он рассчитывал как я сейчас окно открою он там то ли на восьмом то ли на каком ты даже только бы открыт прям вот как в один прыжок до окна до скачать и выскочить вообще отсюда потому что так страшно комнате но потом молился проходила это ну и всякие там такие вещи там потом они в квартиру сдавали там один повесился там у одного там сына убили ну в общем такое нехорошая квартира прям по булгаков и но он верующий и какие-то вопросы поверишь когда я начал себе ставить у него может был уточнить вот второе это дмитрий меняев с которым мы учились до третьего класса потом он ушел и потом мы познакомились уже в университете когда учился еще был неверующий и он тоже он был верующий и какие-то вопросы очень аккуратно но знаешь как вот есть люди которые не говорят про веру с неверующими ну якобы для того чтобы там не метать бисер перед свиньями или еще по каким-то там причинам я не знаю почему он со мной не говорил об этом я просто знал что он верующий я знал что он соблюдает посты знал что они даже про посты не знал знал что он ходит на праздники вот эти церковные не знал что как называется знал что ходит и знал что в храм ходит все больше ничего не знал а еще я видел что его жизнь отличается от моей то есть он какие-то обычные вещи которые я делаю он делает в превосходной степени то есть явно что это не человечество не в нем а дары какие-то у человека то есть под положим там ну чего не коснись там пунктуальность он за полчаса обязательно приедет но это понятно что это от нас зависит но именно какие-то вещи он все исправлял и в итоге я прям не мог в нем найти изъяны скажем так и он вот этим своим образом жизни заставлял просто задуматься и а что же такое он делает что он такой восхищал да да то есть достойно подражание такой пример и думаешь что же он такое творит вообще что вот он такой вот какой есть не мог понять но это просто закинута была семечка слова божия вообще не было никакого значит университет дружбы народов я закончил а значит закончила я сначала школу 1215 имени ромена ролана с углубленным изучением французского языка потом я поступил в университет дружбы народов на факультет связи с общественностью там и журналистика еще у нас было ну то есть сдвоенный его тоже закончил и там еще взял себе два языка французский английский но французский уже как более-менее знал как француз спецфранцузскую школу закончивший английский пришлось учить потому что у нас он пал с какого-то восьмого что ли класса был ну и так мы левой ногой там учили его многие вот но я в том числе не небрежно и вот два диплом переводчика у меня французского с английского и диплом по специальности и пятерка у меня была по предмету религиовидения пятерка у меня было но кроме того что есть вот там разные люди которые некуда употребить время и они ищут себе удобные формы применения своих каких-то усилий и у одних это буддизм у других мусульманство третьих там православие у четвертых еще что-то вот у меня вот на этом ограничивалось знание то есть я знал кто что как почему примерно какие-то различия но я не воспринимал это как что вот есть истина какая-то а вот здесь вот нету истины то есть просто люди вот они так веруют но меня это абсолютно никак не касалось ну веру ты веру хорошо а я не веру мне хорошо без веры абсолютно есть и у меня понимаешь обстановка полностью располагает что все отлично зачем что-то еще никаких скорбей никаких там желаний которые не исполнены полной чаши абсолютно и то есть я вижу что благочестиво принципе живут родители я каких-то вещей не знал про ну проца например он и потом начал рассказывать где там ну там по женскому вопросу лиц и вот но в целом я видел что все отлично просто и это воспринималось просто как информация ну то есть там украина например и вот рядом с россией находится вот такая же информация она никак меня не касалась вот значит потом значит верующих в среди однокурсников я не встречал по крайней мере которые говорили об этом то есть полное молчание и кстати еще важно сказать что филологический факультет это но положим там поток может быть 600 человек или сколько там нас было вместе журналистами могу сейчас ошибиться но много очень и там положим 10 мальчиков то есть это женское внимание просто со всех сторон и господь сохранил от них а женщин вот слава христу да слава христу это вообще вот но кстати говоря еще забыл сказать в детстве мы с братом увлекались такие были сотки я не знаю даже сейчас кто-то помнит про них в общем такие кругляшки на которых вырезаны разные там и персонажи какие-то я уже даже сейчас не вспомню толком что в чем смысл но нужно было эти сотки кидать вот так по 2 бра и брались и не там по 5 кидаешь вот если у тебя переворачивается то что лицевой стороной ты все забираешь и вот чем больше у тебя соток этих было тем значит это как бы ты круче всех кажется и у нас как-то в гости пришли друзья отца там и у одного я своровал деньги даже и мы пошли купили на эти деньги и может даже у деда мы своровали как то то есть воровство вот у нас было место своровали эти деньги купили эти сотки но потом естественно все эти деньги вернули родители наши а у нас эти сотки отобрали навсегда просто их увидел уже в университете участь случайно нашел где-то там папа и говорит о смотри помнишь чего безобразничали я конечно помню но у нас не пароль и ничего я не помню такого просто отняли и все скале все больше этого не будет той жизни на то есть и я благодарен конечно это потому что после этого никаких а воровстве даже то есть было во первых стыдно конечно потому что во время воровства не было стыдно была страсть вот это что надо приобрести сейчас у многих такая же страсть есть самые игры компьютерные там можно приобрести себе уровень какой-то новый персонажа супер оружие там какие-то 25-30 жизни то есть и люди реально вносят кучу денег танчик себе какой-то купить чтобы возвыситься в глазах окружающих их своих глазах тоже не упасть то есть не достигается за счет умения достигается за счет вот просто денег ну такое да вот вот такое были эпизоды воровства но еще отец рассказал что мы бросали из окна эти тарелки сервис фамильный блинчики они так летели здорово у нас девятый этаж вот я здорово так разбивались но еще помню мы бросали эти водой наполненные пакеты но это недолго продолжалось но было такое вот и сосед какой-то там с третьего что ли тоже он купил себе какую-то машину и пришел к папе жаловаться что там рядом с ее машины падают тарелки вот он говорит ты вообще больше сюда не приходи если что-то они повредят не те новую куплю ну а нам сказали тогда что вы еще делаете то не надо кидать ничего ну и мы поперестали рэй как этим заниматься а в целом мы но друг с другом более-менее дружно конечно я его как старший там иногда силой подавлял но у нас всего два года разница вот поэтому целом так и общаемся до сих пор ну нормально даже прислушиваться но пока в семье вот только я верующий ну вот значит как камере пришел вопрос это ты рассказал свои самые страшные грехи до которые ты совершил за то время ну в принципе да наверно все продолжай значит когда его закончил университет я работал сначала там у василия анисимова в тридцатку forbes ходил тогда самых богатых виде россии ну там много чего делали опыт хороший получил ну до этого еще там с ресторанами работал еще раз еще до этого работал компания культ проект была занималась театральными постановками театр кукол международный фестиваль был со всего мира лучшие коллективы отбирались и по россии гастролировали вот я там был пиар-директор назывался ну человек который отвечает за все что связано с рекламой освещением общением там журналистами какие-то брошюры делал отчеты для министерства культуры российской федерации фотоотчеты видеоотчеты такой мощный был пиар-директор у меня в подчинении был компьютер монитор и мышка вот один но назывался пиар-директор я даже могу визитку принципе найти потом можем стоять вот значит потом вот в эту они симов работал а потом был перерыв у меня он такой человек очень ну своеобразный скажем так то есть люди которые у нас спокойно с президентом там встречаются и обсуждают решают какие-то свои вопросы и входит тридцатку forbes у них определенный склад характера и после него мне уже в принципе но мало что удивляет и мало что вызывает какие-то такие эмоции которые могли бы меня вывести из равновесия скажем так его тоже вот тут уже я не знал господа но я как бы так поехал путешествовать по моему по крыму один рюкзаком побродил там потом вернулся и начал искать работу и что-то как-то не очень получалось работой но я не то чтобы замолился но я так ну как бы подумал про себя что нужна мне чья-то помощь но не молился ничего не знал на эту тему и просто случайно вот случайность да такая псевдоним бога говорят некоторые случайно мне попадается записная книжка старая моя я открываю первую страницу вот так там написано это антон скобочках ренте и и телефон я начинаю вспоминать чуть за антон такой я думал сначала что это у нас там теле телевидение университет было может быть это оттуда и он работа на рантеле а потом уже потом я вспомнил что я мне было скучно я был такой активный вообще человек но до того активность что на пятом курсе например университета когда все экзамены то есть все полностью выпускаешься уже и посредине прямо этого всего в декабре что ли мне приходит идея почему бы не сделать фестиваль японского репет японских мультфильмов режиссер такого хаяо миядзаки я посмотрел мне очень понравилось унесенные призраками вот этот ходящий замок там татаро вот все вот эти мультики я пошел в японское посольство просто ну такой в простоте всегда действую вот это у меня есть такое и просто пошел и мне вы как бы организовали встречу сам главным там за культуру отвечающим человеком по россии японец какой-то там переводчик был еще какой-то представитель посольства я говорю давайте японскую культуру хочу продвигать давайте поддерживайте вот но и они расположились ко мне так все уверенно рассказала все я говорю мне нужно какой-то человек от вас который расскажет про режиссера а хаяо миядзаки но я всем рекомендую это просто потрясающе вообще вот особенно унесенные внесенные призраками по называется такой да это мультфильм но он так сделал потрясающе там ясное дело что там японских плетеные всякие штуки то есть это не православное но добродетели там отражены и страсти которые и как они действуют на человека просто потрясающе это вплоть до того что начинается с того что они попадают куда-то там какой-то ряды какие-то торговые заблудились и там куча яст всяких и родители начинают есть эти явства а дочка говорит что-то нехорошо как то есть никого же нету он гадалан потом заплатим и они едят едят вот у них чревоугодие начинается вот это и потом в какой-то момент она бар она не ест ее чет восстанавливают она оборачивается смотрит а там свиньи сидят 2 7 не сидят и пихают еду все уже родители савиньи превратились и они весь мультфильм потом свиньи и она там проходит огромный огромный путь вот такой с кучей там но это очень полезно полезно посмотреть будет и в итоге она их позволяет из этого плена дик сатаны ну в общем вот такой мультфильм находят не антона долина кинокритик такой сейчас он поднялся известный стал ну а тогда я вообще про не не слышал но антон и антон какой-то он брал просто два раза интервью уходя в миодзаки и вот он приходит там в дом журналиста у нас центре москвы я тоже договорился с прокачками договорился фильм выбили и вот это все посреди учебы я просто рассказывал про свою эту непоседливых скажет так все это провели он рассказал очень интересно было все хорошо и значит в какой-то момент значит вот этот антон как я его вообще нашел я к чему говорю то я пошел в какой-то момент на журфак мгу и он там читал лекцию один раз в жизни просто был на журфаке мгу я его попал на него на его лекции запомнил что это какой-то веселый мужик который значит рассказывает про про то почему на ран тиви показывают полуголых женщин после там какого-то времени но с такой это и рассказывал с таким этим типа ну вот нашим зрителям это надо и мы там это показываем ну и всякие там разные вещи про телевидение рассказывал и я когда открыл книжку первое но по интересу первое прям это было антон вот это я начал вспоминать про этих женщин про которых он рассказывал и думаю ну это мне конечно не надо это мне не надо но телевидение то в целом интересная сфера на позвонить ну и в простоте опять же звоню ему антон это николай от у кого-то лекцию ходил там когда-то там не пойми когда вы еще я говорю а я даже не на вы я будет иди ты чё говорю как там это на рынке вещи работаешь он да нет я уже в интерал есть работаю а это типа газпрома только в энергетике то есть самая крупная мужской стране компания по энергетике у вас вот алтай энергосбыт это филиал маленький вот там их куча по всем городам вот я так расстроился немножко я говорю ну а чё вакансии то у вас там есть говорю он как говорит ну у нас то нету но у нас там есть агентство михайлов и партнеры тоже в стране одно из таких мощных агентств pr по моей как раз профессии ну ты говорит это пришли резюме я может им порекомендую тебя вот я значит присылаем резюме потом звоню я-то я такой настерный товарищ принципе вот я ему пишу сначала или звание уже не помню я говорю ночью посмотрели чё там как это он там что-то раз раз там это ну в общем а потом выяснилось что так и надо было ему с ним только так и можно оказывается настырно они кто-то да он не понял вообще кто я но потом я пришел мне много студентов представьте преподаватели в университете а это еще не твое основное а просто там побочка основной работы вот не не понял но ведь я просто так простоте ничего не скрываю резюме прислал прочее он горит план слушать игры приезжаем мы с тобой пообщаемся в такую кафешку там я приезжаю там кафе какое-то но он пришел поговорил со мной и ничего так особо не отреагировал я ему рассказал про свой опыт он говорит ну я может быть тебя вот опять мне говорит посоветую михайлов и партнеры я говорю ну хорошо все расстались потом созваниваемся еще раз он говорит слушай как к этому это выражение есть крылатые такие сани нужны самому или как то так уже не помню вот короче он говорит слушай у меня тут есть вакансия в общем или он даже прямо во время интервью этого беседы мне сказал у меня тут вообще тут есть вакансия сейчас как раз я еще человека ты мне подходишь я говорю а чё делать то надо он да разберемся там не важно походу делу знаешь да и все и меня берут туда в интервью с вот так вот прям сразу раз хоп свой пацан ну да да и тут же меня сажают и говорят так ты у нас менеджер по развитию коммуникации розничного сегмента бизнеса интервью с я такой думаю так это что такое но там назывался до этого не так а потом вот так назвали и окажется 12 энергосбытовых компаний группы а по факту 9 потому что три еще они там такие полу полу мертвые 9 моснергосбыт алтай энергосбыт томск энергосбыт саратов ну еще там девушек всех не будут перечислять в общем они все под моё крыло подход переходят в плане маркетинга пиар и благотворительности вот каким в каком отношении под моё крыло то есть если они на безобразии чуть чего-то не тот комментарий в прессе дадут или какой-то потребитель будет жаловаться на сайте или где-то в соцсетях или где-то еще или журналист какой-то что-то выпустит недостойны про компанию первым делом руководство с меня спросит почему я это не проконтролировал потом им влетит от меня ну как бы передо мной еще может влететь моему начальнику вот этому антону но в целом обычно как берут именно тебя вот и пошли там на ковер сейчас там какие-то вопросы к тебе вот так это именно я перед антоном но антон часто отбивался за меня тоже но в смысле как часто не часто редко редко имеется ввиду что он не либо не говорила когда он говорил это было редко что его там за меня что-то спросили и обычно все все равно на меня падал падала то есть он говорил у меня вот есть менеджер вот это он натворил я говорит не это не привела мы из-за этого даже с ними расстались в и ну и в том числе из-за этого так вот когда я там работал я познакомился наконец-то с верующим александр кленин такой год какой это сейчас даже не скажу какой год сейчас я посчитать мне был 26 или 25 лет не было примерно то а сейчас тебе сейчас мне 33 вот в общем познакомился с александром кленин и он тоже себя никак не выдавал как партизан но он видел что я открытый человек и видел что меня не не радует то что начальник материт на совещании девочек меня кстати от боялся материть и вообще по голос повышать и канал мне начинал предъявлять что то что я не справляюсь я ему тут же выкатывал там несколько аргументов которые просто не покроешь ничем ну например письмо которое ему написано он молчит не отвечает и вокруг еще у меня свидетели расположены были которые говорили что он не прав и он вот это барагозил прогозит как там говорит и говорят и в итоге он понял что не покорил у него подчиненный том плане что это нельзя просто так на него наехать не по делу а ему это не нравилось что нельзя нет не по делу не наехать вот и в итоге он такого это раздражало что там сколько там я сейчас тоже не помню четыре года нет на 4 нет два с половиной на этом поработал до этого никто столько не выдерживал с ним я рекорд установил два с половиной года помню вот так было вот и он говорит так астах совещание закончено астахов пишет это заявление а я уже ликовал внутри все не знал как с ним расстаться на только чтобы он сам это сделал и вот уже знаешь что это прямо как божий такой промысел ну по крайней мере я так вижу может быть и нужно было остаться не знаю сейчас сейчас бы конечно же остался потому что место в принципе не сильно поганая относительно того что вокруг но там были свои тоже сделки с совестью например когда благотворительность она оказывается тем регионом в том объеме которые устанавливают правильный тариф например на электроэнергию то есть бабушки там платят не два с половиной рубля 3 за киловатт а поэтому мы вам дадим столько-то денег ну примерно о таких вещах мне становилось известно косвенным образом может быть это и все и неправда но по крайней мере так вот я как понял это так было вот то есть это не заявление в прокуратуру сейчас я вот и вот в какой-то момент мы поехали на такие компании не часто проводят всякие сессии выездные и мы право вот проходила коммуникационный съезд проходил в петербурге и вот тут начинается первое касание веры именно уже что-то непосредственно от меня до этого я хотел с дедушкой освещать куличи и мне нравилось как поют храме и как куличи вкусные какие с паской куличи и пасха вот я не знаю сейчас многие делают куличи но пасху уже мало кто делает это сметана берется масло протирается через сито все масло обязательно протирать такие волосинки сметана берется яйцо там это сахар все там смешивается изюм и потом под прессом настаивается вот это мало кто сейчас делает я это делаю и мы с бабушкой делали очень вкусная калорийная очень вещь вот и вот это было очень вкусно есть и яйца мы еще били у кого как разобьется быстрее ты и освещали их нравилось как пели и нравилось что вкусно все но ничего дальше никуда не шло и никто про христа мне так и не говорил но 25 или 26 лет значит мы оказываемся в петербурге и у нас мы с сашей он мне говорит слушай я хочу посвятить православную часовню блаженной ксении петербургской сад петербурге там как раз она есть вот на васильском острове на смоленском кладбище находится идем значит идем там часовник стоит небольшая стоят люди кланяются и саша тоже подходит я но я тоже с ним зашел все делаю как он поэтому так положено здесь то есть если бы я буддийский храм пришел там бы что-то делали я бы точно так же сделал ну просто тут значит приходит перекрестились поклонились все все и потом этот рака уже с ее мощами это же крестится три раза и на коленочке и головой касается пола значит все и припадает к этой раки и потом опять креститься и и все и все это что то же самое сделал и отошел потом он не говорит так а теперь зачем мы сюда пришли у меня говорит есть у отца друг который в советское время был очень богатый александр громыко александр григорьевич громыко фамилия но такая громогласно известны тем кто в то время жил но он не родственник того громыко вот у него был виноводочный бизнес и магазин переславле залезка все очень хорошо шло было очень много денег и в какой-то момент ему его подчиненный привозят приносит статью и там написано что на месте виноводочного магазина стояла церковь раньше но неверующий отмахнулся к планы ну это как бы интересно ну и ну и ладно чем мне стояла и стояла но в какой-то момент у него заболевает жена смертельно раком он начинает бегать по всяким бабкам вот какой-то момент он попадает я сейчас не помню как ее зовут ну какая-то блаженная вроде баллы столь сифора я не помню как я сейчас не помню надо будет найти он к ней попадает она ему говорит ты брось пойти бабкам ходить значит за грехи твои вот это там и что ну в общем она ему говорит что-то на эту тему и она ему говорит так она ему даже про христа по моему но по крайней мере он ничего не пересказывал а нам говорит будешь строить храм она будет жить все но он значит это вернулся но какая-то это очередная ненормальная не стал ничего менять потом он сам заболевает и вспоминает эти слова закрывает полностью бизнес свой сносит этот магазин начинает храм строить на этом месте все деньги уходят туда на это храм и он все построил но все уже расписали внутри не хватает денег закончились деньги там его еще обманули когда он продавал это отняли какие-то деньги у него что-то там было такое в общем не хватает денег чтобы закрыть крышу а если крышу не закрыть все что он строил она и пойдет как бы ну негодность придет он начинает бегать по епархиям 90-е годы денег нет никого он опять к этой слушают ты мне сказал строить я строю это доживем а где деньги то взять денег нету нету денег что делать все отказывают она говорит а ты иди попросил этого то ли василий то ли как-то так мокрой фамилия он год не канонизирован он лежит сейчас наконец он и до сих пор еще на канонизации насколько я понял лежит но он лежит как бы его дело на канонизацию но пока вроде не канонизирован ты горит иди к нему и попроси а а где где его взять то он даже не знал что он усопший это он там вот это возле ксении петербургской там кладбище как раз там где часовня стоит она на кладбище прям вот туда иди и попроси там ну там монетку положи там помолись и все он тебя держат подкинь господь вот и он говорит я приезжаю значит все это сделал положил помолился не сразу быть нашел там женщина какая-то раскует сынок ты че ищешь он да вот еще могилку вот такого такого там мокрый какой-то так я за не ухаживаю пошли и привела его значит все он думает но все сейчас я повалился сейчас и пошел поедем по храму там папы в епархии ведь пошел ему говорят нету денег он ведь вот бабка обманул у меня то есть ничего не работаю расстроены приезжает такой расстроенный а жена радостно его встречает а он расстроен вообще все ничего не сейчас же зима будет и ничего нет она ему говорит слушай тут приезжала женщина какая-то состоятельная у него муж умер и завещал что половина состояние которое у них осталось пустить на какое дело богоугодное а у вас я слышал тут страх строится храм вот вам конверт и горь там копейка в копейку сумма которая смете у него была на крышу но это явно чудо божие и он достраивает этот храм и в день освещения храма насколько я помню умирает жена у него а он исцеляется полностью вот и у него много чудес было я лично с ним знаком но он почему-то не хочет сниматься ну то есть и не свидетельствовать об этом не знаю вот поэтому я сейчас рассказываю может быть часть хотя бы его истории у него много разных чудес было так вот тут сходится почему саша мой с работы пошел туда он тоже ходил к этому василию посмотреть на могилку про которую рассказывать просто посмотреть потому что он тоже этого человека знает вот и мы эту могилку вроде бы как нашли тоже ну и тут чудеса начинаются уже явные моей жизни потому что когда я ищу хочу эту могилку там же нету красной вывески что тут весь лежит этот мокрый и василий и как его звать который вашему александру помог граммите то есть там могу кладбище обычно я хожу еще значит и тут к саше к этому подходят а у него лицо такое располагающие это надо видеть вообще вот как у нас министр иностранных дел дел лавров у него лицо такое ты доверием сразу проникаешь то есть если не знать например все что он делает просто как он говорит и прочее это просто но он не может просто брать он такой располагающий вот и у саш такой же носа штук он дела делает еще при этом такие ну тоже как верующий живет насколько все что я видел их не узнать подходят бабушки какие-то бабушки и говорят а вы не слышали про такого владимира головина он нет первый раз слышу вот да вы что обязательно посмотрите такой батюшка такой батюшка все ну значит это я себе записал я думаю что-то интересное так нахваливают там что то есть наверное мы значит возвращаемся в москву работа я включаю набираю владимир головин ю тубе и просто я попал просто я попал сразу потому что это совершенно потрясающий какой-то мир неизвестный мне доселе открывается человек в простоте рассказывает вещи которых я всегда знал думал но никогда не думал в таком ракурсе что оказывается у всех вот этих вопросов которые у меня есть и который не с кем даже обсудить их никто не ставит по большому счету вокруг то есть зачем мы живем а почему мы вот так делаем они так а почему там это и он то есть все это начинает объяснять и по слову божию в простоте и вот для неверующих людей для и даже для новоначальных очень прям советую вот значит ну просто меня пленила я посмотрел почти все что было на канале а там проповеди но я не знаю может за тысячу и каждые часа по три-четыре я включал прям посреди то есть приду на работу включаю и все это слушаю очень втянулся и тут мой брат неверующий говорит слушай ты чё-то там это интересуешься церковной тематикой я смотрю а уже видно какие-то во мне было что интересуюсь он ведь слушает эту книжку подарили не святые святые когда он был архи мадрид тихон шевкунов а сейчас он митрополит тихон шевкунов он говорит слушай на вот ну на вот мне дали почитать говорят хорошая вещь или открываю значит книжку и там написано открыто являясь тем кто ищет его с большим буквы всем сердцем и скрываясь от тех кто всем сердцем бежит от него бог регулирует человеческое знание о себе он дает знаки видимые для ищущих его и невидимые для равнодушных к нему тем кто хочет видеть он дает достаточно света тем кто видеть не хочет он дает достаточно тьмы блеск паскаль это такая у него в начале идет потом я как человек на но в принципе филолог то есть читать читать я умею вот значит я дальше начинаю читать именно я почему рассказываю филолог потому что он дальше меня захватывает то что там дальше идет как-то теплым сентябрьским вечером мы совсем молодые тогда послушники псково-печерского монастыря этого послушники о монастыря но сейчас мне расскажет пробравшись по переходам и галерею на древние монастырские стены думаю вот погрузился уже стены у нас прям представляю себе стены уютно расположились высоко над садом и над полями за разговором мы стали вспоминать как каждый из нас оказался в обители думаю о сейчас мне расскажет как это бывает и чем дальше слушали друг друга тем сильнее удивлялись шел 1984 год я думаю о так это же недавно нас было пятеро четверо росли в не церковных семьях я думаю вот я не церковных семьях это вообще сейчас еще ближе про меня да и у пятого сына священников представление о людях которые ходят в монастырь мало чем отличались от наших что то есть советских таких еще год назад все мы были убеждены что в монастырь в наше время идут либо фанатики либо безнадежно не состоявшиеся в жизни люди да и еще жертвы неразделенной любви я думаю вообще и все я начал читать и там но то есть тоже тем кто начинает шаги какие-то вере дело только ну наверно стоит прочитать потому что книга она вообще-то говорит о том что есть какие-то заблуждения что это какие-то особые люди там что вот у них там все что перечислено выше было там разные там неудачники пьяницы и бандиты там туда попадают и бегут от мира там лишь бы не работать лишь бы не это а там ты смотришь что это такие же люди абсолютно с такими же страстями но особо монастырском живут в устроении и ты видишь что это не просто такие же обычные люди а там еще какие-то интересные истории про каждого рассказаны красках достаточно интересно я под прочитал книгу и подумал ну человек так пишет он наверное служит богу значит молится хорошо смотрю где он служит живое на проспекте мира метро служит он через две остановки от меня на чистых прудах но если на метро а так пешком минут 20-25 с рейтинском монастыре который его благословил воссоздавать архимандрит и анкре стенки вот я думаю так это рядом у меня еще ближе есть еще две церкви вот одна в которой меня крестили 2 святителя филиппа которого малют скуратов задушил но то свидетель филипп макуличи освещали а тут я думаю шевкунов то здесь не служит надо туда где он служит прихожу там все черные стоят эти черные как их обычно монахи стоят черные я думаю а я уже значит прочитал что надо исповедоваться где-то там прочитал выписал уже какие-то даже по моим грехи нашел что там где-то какую-то книжечку или что-то мне саша может быть дал я не помню дневникающегося не ну там что-то в помощь кающимся или что-то такое какие-то может быть даже где-то есть ну ладно в общем выписал какие-то что я там понимал а может и не выписывал вот сейчас уже знаешь когда шесть лет прошло уже так это вымысел на наявь накладывается в общем пришел и думаю надо же кого-то выбрать и как-то у меня сердце потянулось к одному из тех кто там стоял или он ближе всех стоял ходу да он ближе всех к ходу стоял наверное просто первый вот я увидел там хочешь прям храм иконы владимирской гружиматери у нас а второй новомочника исповедника в церкви русской там два храма на территории монастыря но один недавно построили ну может лет пять назад вот ну и вот еще тот храм владимирского нам куба же матери захожу он там слева стоит исповедует я значит стою в очередь подхожу я говорю я первый раз и что там то ли он не сказал там так так или там книжечку почитай то ли сразу им исповедовался он прочитал надо мной значит разрешительную молитву познакомились мы я стал ходить в кран к потом причстился ну да наверное вот я сейчас тоже я не хочу придумывать но по моему это все было прямо ощутимо физически и исповедь и причастие то есть изменения не понять ничего не понятно но физически какой-то эйфория какая-то есть вот стал я к нему ходить потом в какой-то момент я думаю так надо головину съездить знакомиться вот еду значит я на грушинский фестиваль по дороге все это там рядом или даже не так сначала я поехал до сначала поехал в казань как раз где вячеслав сейчас бы развивает семенов но тогда его еще не знал поехал значит нижний новгород казань потом побыл самару где фестиваль проходит там грушинский фестиваль это такой был валерий грушин он ребенка там спас а сам погиб детей каких-то там на речке барды там до барды там в честь него назвали фестиваль борту вот я туда значит поехал там тоже познакомился с людьми которые мусор убирали за отдыхающими тоже с ними начал мусор убирать приятно так вообще вот они все засвинять засвинять что с утра просыпается как будто ничего не было сейчас чисто а мы там ходим 6 утра встает убираем ну прям радость такая то есть урок то никакого ничего нет наоборот вот и потом поехал головину значит приехал там проповедь все в источнике искупался много он говорил конечно деревянной лавочке сидишь там вспоминает что хорошо бы еще походить интересно очень рассказывал все ну лично мы не общались там это духовное лечение у него еще есть где он там елеем помазают освещенным и читает молитву превослагает руки на тебя и специально такой с прорезями здесь белые костюм такое тип итоге ну там много людей все так покормили нас хорошо и поехал обратно вот она фестивале значит произошел первый явный просто ну сказать божий ответ на молитву мы там значит этой службы экологическую убирались и ну под посты представьте там неделю идет положу фестиваль и каждый день нужно убираться вставать неважно когда лег вставать 6 утра иди убирайся потому что потом уже все начинают ходить там уже не до этого а тут большие по 200 литров мешки мусорные черные там женщины мужчины тележка с собой берется потому что там бутылки в основном представь то 200 литровый набить бутылками не просто таскать и на тележке вывозишь там контейнеры и прочее а фестиваль там площадь большая там не маленькая это не полянка какая-то вот все это ходили убирали и вот уже все фестиваль закончился у нас еще соседи какие-то попались которые караоке кричали перед перекрикивали сцену основной и никто им ничего не говорил потому что они денег заплатили но потом я с директором фестивале общался он будет если бы я знал я бы быстро там тихо мир вот так вот сотни в этом все уже все уехали в основном фестиваль закончился я знаю что завтра нам вставать опять и убирать потому что площадка она там местные власти сдают в аренду ее и нужно ее в порядке сдавать вот и чтобы не платить сильно много денег за уборку они сами убираются но вот нашими силами в том числе мы значит ложимся спать 11 или пол двенадцатого уже вечера все уставшие потому в 6 утра встали целый день там ходили бродили и тарахтит генератор у кого-то я подхожу к этому генератору там мужчины были владею но подхожу именно я почему-то но я каратэ занимался и вообще такой с людьми общаюсь видимо я поэтому спокойно всегда подхожу там куда хочешь подхожу значки ему говорю объясняю ситуацию что мы вот убираемся мы служба экологическая нам нужно отдохнуть завтра рано вставать он мне говорит он значит все это выслушал он говорит я тут охраняю вот у меня оборудование тут должен быть свет типа я это не выключу ни при каких условиях только через мой труп типа я могу не но это понятно не буду то есть чуть такое думаю ладно иду полицию а там но милиции что как он было иду в милицию значит там эти у них развернуты палатки милицейские говорю ребят смотрите вот мы служба опять всем рассказываю я говорю вот не покорил какой попался закон нарушает говорю все нельзя шуметь-то после этого времени а и они там собираются им не до этого хоть и ночь но видать им не охота завтра собираться они сейчас собираются они горния слушай ну мы ничего не будем мы ничего не можем сделать нет ладно все испробовал бить его не буду ложусь палатку лежу в палатке и говорю и так вот вот тоже молитва такое конечно вообще господи если ты есть вот не ради меня ради этих людей вот которые здесь не выспавшиеся но сделать так чтобы это тишина была и вот так вот делаю вот так кричусь и вот только коснулся плеча генератор до утра тишина полная вообще полный тишина и мне так вот только заглох мне так стыдно стало я господи что я попросил я мог попросить там чего угодно там здоровья близким там не знаю еще что там но я попросил вот такую ерунду и мне стыдно стало что я у бога прошу такую ерунду хотя его еще не да по беспокоил от такой глупости это вот как бы явно уже было то есть я не могу сказать что это совпадение вот только я помолился коснулся плеча вот здесь левого и все это произошло ну конечно сейчас начну сказать совпадение но я какое совпадение я ходил просил его он сказал ни в какую ведь скале мы его не будем трогать чего ради то то есть явное было чудо и второе такое же явное чудо было значит в карелии недавно мы ездим на север ездил я окончил плотницкие курсы тоже кстати вот с верующими поведешься чё только не наберешься значит мы начали ходить с рейтинский монастырь на новогодние литургии вместо того чтобы за столом сидеть и возлияние всякие производить 12 ночи начинается литургии там бачка говорит всегда проповедь о тех кто сегодня уснет в салате а те кто там подерется там не знаю чтобы господь их сохранил и к себе привел в разные там такие проповеди и потом мы тоже там застолье какой-то и я с другом пошел к нему и мы там общались какие-то ролики головина тоже смотрели вместе там была подружка значит у жены друга она говорит а очень мужики что ли вот такие что такое вообще заявление вы дом срубить сможете сейчас поставить нет чё не мужики что ли идите на плотницкий курс тогда мы говорим ну и пойдем а чё такое давай да и она быстро там соединяет нас такая ли лидия курицына есть это священник протерея алексей яковлев он супругой как-то путешествовал по северу и есть такое место в разогоры ну мы можем ставим здесь картинку я тебе пришлю там или сам сделаем очень красивая часовня и они как мы сидим она художница очень хорошо тоже рисует я даже не думал что у нас сейчас наше время такие есть художники и она как мы сидим вот и он он ей говорит он священник ей говорит своей матушке вот бы это вот отремонтировать бы вот она ему ночью но и отремонтируй типа чего просто я не горит вот начали это все делать организовывать и сейчас общее делает называется движение уже больше десяти лет существует уже 700 часов и церкви они отриста ну как бы законсервировали скажем так то есть спасли от разрушения полного и вот при храме в честь серафима саровского медведкова называется в рай его там тоже не сильно далеко кстати от меня здесь минут за 20 можно добраться тоже может 25 ну на метро там пешком там эти курсы на курсы приходишь там вручаете топор таскает бревна здоровенные скобель вручают рассказывает там и по богословию какие-то вещи рассказывают и люди которые реставраторы там они у нас преподают и теоретическая база и практическая вот нам все это очень понравилось по субботам выходили ну потому что воскресенье господу богу твоему мы ходили по субботу полгода мы отходили все закончили потом нужно было для закрепления навыков поехать какую-то экспедицию и там это применить полученные знания но почему-то там не получилось работал я в интера уезд еще тогда тоже ничего не получилось то ли с отпуском то ли что там совпало не поехал я а через год уже поехал в карелию там межостров такое место и как раз там мне почему поехал мне знакомый с курсов григорий фоминов позвонил говорит суши у нас тут недобор хочешь поехать я бы хочу он дала ты чё прям так поедешь и поеду говорю он будет так выезд вот прям на следующей неделе я вот и поехали ну ты даешь вообще и поехали действительно поехали у меня фильм есть даже про короткий проекта 7 минут такой не длины значит поехали замечательно совершенно провели время и потом еще поехали сразу на вторую часовню в орла хутенского в пегреме там-то 1 1911 по моему года 2 1600 какой-то то есть старые или может а нет может быть 1726 ночи не помню вот точно как можно будет найти в общем все там осваивали на практике очень интересно люди потрясающе совершенно там познакомился с духовными чадами отца и она крестьянкина там тоже к слову сказать он меня преслед преследовал вел как бы со всех сторон не окружал и тихон шевкунова меня послал и анастасию борисову горюнова послал и муж ее и детей валентин и александр галина семья их благословлял лично на союз семейный она хотела монахини уйти тоже неинтересно это жизнь его письма есть отца и она крестьянкина и там есть к анастасии как раз пить письма как раз к ней вот ну интересно почитать вот познакомились со всеми тут я уже вообще но я вы тоже не так давно было но я увидел что вот они христианик настоящий как хорошо быть братья вместе прям увидел можно наконец-то по библии поговорить там по ну вопросы какие-то обсудить как-то в миру живет читал библии читал что я уже евангелий туда прочитал ну и вот значит и второй год это вот в этом году пропустила вот в прошлом году это я уже можно сказать я уже матерый христианин такой сейчас 6 лет хожу тогда значит я четыре года ходил в церковь уже все и библию прочитал но не полностью евангелие только библия кстати до сих пор не прочитал сейчас вот я читаю только царство уже соломона сейчас заканчиваю там да вот грешен так вот значит мы там она там как приезжаешь вот как тоже потеряй куму ездить там приезжаешь и вот так в карьеру приезжаешь и никак не нарадуешься все разговариваешь разговариваешь там поделиться пообщаться что-то поделать и там тоже самое там абсолютно невозможно оторваться друг от друга то есть два-три ночи можно лечь а утром например нужно кого-то вести там или на работу вставать тоже работа никуда не денется надо делать там крышу покрывать фундамент укреплять это все рухнуть может если не сделать либо работаешь либо там 6 утра нужно кого-то отвезти на другой берег потому что всем например автобус который дальше к электричке электричка там до места назначения в москве кто где и значит мы в таком режиме живем неделю потом то примерно до так неделю потом переезжаем на другой остров другой объект и мы узнаем всех возим там чуть ли не каждый день ранний подъем и позднее пользу поздно отходят ко сну ездим ездим я думаю так ну вот сейчас высплюсь и опять то же самое то есть я говорю ладно я с тобой говорю поеду сергей но только если никто больше не поедет а владимир такой ну-то у нас брат владимир я поеду я хочу порыбачить я вну все я я тогда не поеду с утра встаем я говорю ну чё ты надумал да я спать пойду мне такой ну что ж такое-то ладно поехали сергей потому что опасно одного отпускать он заснет и все вот значит отвезли я думаю все завтра точно высплюсь потому что мы переезжаем перевозим лагерь сегодня вечером а представь лагерь привести там всякие тенты шатры там палатки все это сворачивать костровое оборудование там ночью все полностью весь инструментом бензопилы рубанки там ну кучу кучу всего доски даже иногда с собой перевозили то ну в общем в этот раз не был перевоз доску на остальное все перевозили по полной все это значит утомились собрали привезли утром я говорю всем вечером меня не трогайте я высплюсь если не высплюсь я просто а я уже вечером накануне мне дали сергей меня сдернул иди это дров напили дает мне бензопилу не такая маленькая я говорю а я уставший уже очень а я знаю что когда вы сильно уставший мне ну просто могу себе я сет по пальцу черкнул этой бензопилой ну так скользь просто уже внимательность потерялась у меня настолько я был утомленный и горы ну вот видишь что-то натворил то я же не просто котле не говорите ну реально я знаю просто очень были слушайте можете меня не трогать и один день хотя бы сплюсь ланан все хорошо значит и опять легли мы не поймем во сколько на часах может где пол десятого утра но я еще очень хочу спать потому что у меня накапливается усталости потом мне даже нужно выспаться то я могу хоть целый день проспать по потом зато это выравнивается так у меня устроен организм значит и кирилл местный как бы ну не местные жители у него единственного остался дом на межострове он сам учитель из петрозаводска там у него дача и бабушку я там желаю он там вырос детство проходил он нас принимает уже второй год подряд мы уже все родные уже любимые он нас принимает значит кормит блинами бани топит нам с утра до ночи накрывает столы и самовар настоящий ставит пекут пироги теща ему и жена его там ну просто стол такой я не знаю ни в каком ресторане такое не не увидишь и все это еще посреди природы когда сам в палатках живешь ибо не каждый день давайте давайте стоплю только и вырежда не надо кирилл не надо ты чё она стоит за этим и ждет вас вот и постоянно значит полностью такое авраам его гостеприимство нам оказывает и тут этот кирилл то есть я этим всем скал не будите меня а это кирилл то не знает он подходит в 9 30 примерно николай николай вставай поедем на рыбалку я такие места вам покажу я думаю на кирилл отказать ну он просто не поймет вообще то я говорю кирилл все сергей говорю подговорил николай вставан как будто не слышь николай вставай такие я да я не буду рыбачить мне это не интересно я бы не хочу рыбачить но я тебе просто не могу отказать николай и вот тут мне вообще там такие виды а у тебя фотографа талант фотографа ты просто там необходим нам нужно запечатлеть эти виды такие виды да и вы засушите там даже если ничего не было это просто попросил я уже поеду не могу тебе отказать значит я весь сонный с этой удочку и даже не помню взял по-моему я так ли про форма вообще даже братьте собирался но взял значит и этот спидинг он нас везет в одно место приехали второе место приехали в третье ничего нету самые рыбные места то я вообще не могу ничего понять и меняет меняет там куда-то далеко на моторке угнал там всегда ловилась ничего нету я значит а ведь эти сергей там и еще он александр с собой взял сергей и я вот с кириллом мы вдвоем я не боем на двух лодках значит они горят мнение пока не поймай не уедем я значит вспоминаю евангелие от луки 5 4 5 когда же перестал учить сказал симон отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова то есть у нас та же самая ситуация ничего не поймали мы симон тоже всю ночь труд ловил ничего не поймал симон сказал им в ответ наставник мы трудились всю ночь ничего не поймали но по слову твоему закину сеть сделав это они поймали великое множество рыбы и даже сеть у них прорвалась прорывалась и я думаю так я значит начинаю молиться игру господи но они меня подняли апостолом я даже не симону апостолом говорю столько рыбы послал ну шо те стоит владыкам небо и земли ну пошли этим но не 6 там они просили перескопа нет они ничего не название не называли сколько-то я говорю ну пошли им там рыбешку одну рыбешку одну только чтобы они отставили уже от меня я поспать мог господи и главное и помолился господи вот на одну рыбешку пошли ну шо те стоит все все в твоих руках вот и перед этим еще перед этим кириллу говорю слушайте я уже не могу я спать хочу сейчас просто здесь усуну в лодке я бы сейчас помолюсь такому говорю я сейчас помолюсь это закинул уточку поймаем и уедем отсюда они мне говорю надоели сейчас я господу помолюсь а он неверующий кирилл вот ну ладно молись чет чем не там а у него сочувствующие написано так статусе было ну глава молись я значит помолился но про себя помолился перекрестился я бы так давай подъезжаем к этим к ребятам сейчас сейчас поймаем все мы поедем отсюда уже надоело просто невозможно спать охота то есть это уже даже молитва с такой дерзостью типа слушай ну господи я уже оказал ему почтение я уже ему откликался но они не отпускают но уже хочется спать туда и пожалуйста рыбу им пойду спать вот значит подъезжаем значит к этим гавриком они кидают камыши ну камышах всегда щука стоит известное дело там мелкая рыбешка и она там ее гоняет они кидают туда и кирилл говорит на туда кидать я бы нет я помолился вообще неважно я горюйте чего тут дурака валите смотреть как надо я бы помолился смотрите и в обратную сторону туда на глубину кидаю так раз и начинают сматывать меня бах вот так удочка гнется и я вытаскиваю щуку но я не помню там сколько килограмм полтора может такая все смотрим вот такие глаза вот как два блюдца а у этих тоже вот такие сергей он самый верующий скажем так из нас он говорит так счет и помолился так ты помолись нам на котлеты хотя бы шесть штук надо я бы ты обалдел что ты наглец ты чё делаешь то и я бы нет так я не могу уже просить я хочу ну их ну ладно говорю хотя бы три попрошу опять господи внутри хотя бы дай он не отстанет горе господи и точно представляешь еще мы две вытаскиваем и все я бы все уже господа нельзя искушать больше все поехали поехали но я уже не помню поспал или нет но это явно вот был просто вот явно чудо ну а вообще как к вере там вот начинали рассуждать там я теорию революции слышал школе сюда и она как-то у меня всегда сомнений вызывала а библию открываешь там бытие первые прям главу вначале сотворил бог небо и землю земля была безвидной пустая тьма над бездну и дух божий носился над водой ты думаешь вот это номер потом думаешь а чё чем с человеком происходит а вторую главу открываешь там взял господь бог человека поселил его в саду идемском чтобы возделывать его и хранить его думаешь вот интересно как а чё же дальше произошло читаешь заповедовал господь бог человеку говоря от всякого древа в саду будешь есть от дерева познания добра и зла не ешь от него ибо в день который ты вкусишь от него смерти умрешь уже такая интрига сразу думаешь что ж такое там происходит и это уже убедительно так звучит вот потом я вот уже час до переходя к там современному до моему состоянию скажем так то есть так все в принципе ровно у меня достаточно слова чудеса такие разные были вот ну и явные вот такие прямо несколько и перечислил я читаю например послание к евреям 214 как дети причастны плоти и крови то и он также воспринял он и дабы смерти лишить силу имеющий державу смерти то есть дьявола и тут сразу непонятно о чем речь ефрем серийного читаешь он пишет поскольку дети названные так по обетованию то есть мы приобщились плоти и крови . греху которая обозначается плотью то он с большой буквы то есть господь подобным образом стал причастен тому же состоянию страдания подобие плоти то есть он вычеловечился как мы символе верно читаем и воспринял их то есть плоти кровь со страданиями дабы быть для людей образом добра и потом предал себя смерти чтобы через смерть свою упразднить того кто имел у себя над смертью державу то есть дьявола навлекшего на тварь и смерть по случаю вкушения плоти то есть когда адам я не мог понять раньше вот там игнать техничный например часто говорит там все все мы водами умираем я думал что мы в водами то есть водой водой крещение мы умираем для мира я думал водами а вот а это кажется в адаме с большой буквы про адама речь оказывается и в этом стихея как раз понимаю то есть когда адам согрешил единственную заповедь приступил которая была ему дана он тот дьявол получил над ним власть то есть державу смерти он получил над нами надо всеми и именно поэтому нужно было христу воплотиться и как безгрешному принять смерть чтобы у него отнять это то есть тем оружием которым он завладел этим же оружием его и побить то есть а он как бы по закону божию он ничего не нарушил сатана он предложил плод еве она брала ела и дала даму и он как подкаблучник истинный вместо того чтобы ее сказать ты чё натворила у нас заповедь божий есть он тоже повелся на эту сатанинскую разводку что вы будете как боги и тоже ел и потом начал еще и валит на нее вот я раньше не понимал что кажется вот эту державу это государство это власть над смертью у сатаны может отнять только христос именно воплотившись и воскреснув и сойдя в ад и вот то есть выведя оттуда праведник вот это все у меня не укладывалось я думал водами всем умирают это прокрещение оказалось это продавая как-то на игнать тихоныча выше но наглядно найти тихоныча я не помню как я вышел даже либо я угловина про него слышал либо я просто смотрел что-то на тему христианства и в каком-то момент наткнулся на игнати тихоныч и это я уже не помню но это тоже это как из головиным ты только это уже другой уровень ты когда на него выходишь ты уже понимаешь что тут вообще что-то нечеловечие какой-то совершенно не человечество что-то совсем божественное то есть угловина она тоже божественное но она более такими понятными словами и оба уровне ну как бы для мирских людей это вообще отлично а игнати тихоныч он уже цитирует святых отцов патрология менее там 300 томов библию постоянно цитирует это уже жесткая такая пища то есть это не кашка который тебе может головин дать хотя головин часто тоже и слово божье цитирует и цветы поэтому это тоже нельзя у него отнимать это и ткачева я слушал кого не мог слушать это артемий владимиров из-за голоса его мне казалось что он какой-то не такой но недавно кстати я услышал его проповедь и не проповедь даже беседу и понял что это гугович какой батюшка мощный оказалось что он не всегда такой елейный он может и сурово так сказать а в чат тебя добавил сергей пупков мне добавил в чат я часть это давно уже достаточно вот сторожила чата помнит как я пришел и говорят что ты даже уходил вот наталья например усатая она вообще мне самая родная из всех вот я просто не знаю у нас сразу с ней прям ну не знаю я не помню вот момент когда она говорит что ты уходил но именно когда я просто с ней познакомился прямо практически сразу просто я всем хвастаюсь какая у меня сестра есть это просто вообще огонь разлитый такая радость никаких вообще нет у нас не не малейшего вообще я недавно узнал кстати она год младше меня всего вот и 4 ребенка уже вот и в общем слушал да вот этих основных батюшек но которые сейчас они в принципе не меняются традиционные осипов почти не слушал хотя мне его и давали но у него тоже можно полезно взять но там надо быть аккуратным просто свой спон там нужно иметь такое основание мощность чтобы тебя он никуда не сдвинул именно по писанию ну и дальше вот я тут себе выписал именно путь христианина да то есть борода у тебя когда появилась борода у меня появилась и почему именно когда я перестал их брить конечно ну перестала и брить наверно да ты это все только тихо ночь игнать тихо ночь лапкин ну материала бородея по диагонали прочитал и стал и брить по диагонали именно подчеркиваю потом смотрю братья тоже ну а почему по диагонали смотрю все братья как носят без сомнения и думаю но еще вот я в интервью сработал часто последние четыре года я уже в сфере кино работаю вот но тогда еще работал там там это жестко достаточно там у одного или двух человек всего в компании в огроменный я видел бороду вообще но я должен подходить да и ничего мне никто даже не смел ничего сказать как будто господь прямых останавливал 100 заграждал у меня не было такого как у вячеслава то есть никаких гонений ну там так кто-то скажет что там это да конечно сбривала это же нормально сплевать и что это небрежность если она у тебя растет вот но там потом я со священником общался еще даже этим летом и общался со священником я говорю ну смотрите что главное заповедь любви или заповедь о бороде он конечно любви главное я бы ну смотрите вот родители смущает они прямо из себя выходят не могут что я такой некрасивый становлюсь бородой то есть без бороды т.с. ну не совсем другой но явно что количество девчонок она прямо вот по экспоненте вот так вот взлетает за экрану так а когда с бородой она вот здесь где-то вот например так по уровню вот и их это конечно тревожит я буду что мне важно он не ответил это я только сейчас уже а у меня тогда грех я совершил упал и прямо на следующий день я пошел с ним пообщался и прям сбрил ну так почти сбрил там подровнял здесь все постриг оставил маленькую то есть грех плавлен с собой вот это вот так вот он ничего сказал он не говорит что ты на этом не остановится у них это сейчас борода потом они скажут церковь хочешь но я услышал то что услышал что хотел услышать то что вот часто люди делают да они слушают не то что слышат не то что им говорят то что и хотят услышать они ищут больше которые скажут то что они хотят чтобы вы сказали то есть и мне то что господь изрек интересно а то что как вот мне надо ты мне так и скажи благослови меня на это ну вот и вот сейчас уже как я вот был все уже у меня твердое решение вообще ничего не трогать и что это никакие тут оправдание не и пойдут сюда то есть это просто дружба с миром есть вражда против бога я это суда тоже вкладываю бороду потому что сегодня так завтра мусульмане у нас заходит в россию положим полностью издадут закон что будут побивать там плетьте давать на площади есть у тебя борода короткая например все начнут сразу отпускать ну или наоборот положим там скажет плати как он при петре было на тут семенов сергей зачитывал платили налог какой-то за это дело вот и тут уже будет понятно кто по стихии мира живет и начнет отпускать а кто на самом деле верующий потому что сейчас у мужчин спрашиваешь у тебя почему борода растет ничего не может ответить кроме того что потому что я мужчина отчета себя это мужской признак сбориваешь ответа нет а вот так не аккуратно и еще четко ну то есть тоже собора постановили канон есть то есть это никого не волнует из них они по-своему живут и все поэтому нет тут как раз вот я сейчас хотел перейти к тому что такой путь христианина вообще как я это для себя пока я тут в богословы не закидают меня камнями я надеюсь но если закидают мне тоже на пользу матфея 16 24 28 тогда иисус сказал ученикам своим если кто хочет идти за мною отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною тут я начинаю думать что такое отвергнуться себя ну вот я есть я вырос такой семье принципе живу неплохо не не убивая ну как говорят а чё я такого делу я никого не убил не ограбил не изнасиловал чё чё такое то что нет оказывается отвергнуть себя это вот дальше мы читаем ибо кто душу хочет и либо кто хочет душу свою сберечь тот потеряет ее а кто потеряет душу свою ради меня тот обретет ее какая польза человеку если он приобретет весь мир а душе своей повредит или какой выкуп даст человек за душу свою ибо приедет сын человеческая во слава отца своего с ангелами своими и тогда воздаст каждому по делам его истинно говорю вам если некоторые стоящих здесь есть некоторые стоящих здесь которые не вкусят смерти когда уже увидят сына человеческого грядущего в царстве своем я вот это тоже считаю и думаю каждый раз то есть мне сначала нужно а ты отвергнуться себя что это такое то есть чтобы со мной не происходило я должен знать что об этом говорит господь как нет понять мне нужно открыть библию причем не всегда ты можешь найти именно по слову который тебя волнует там женить бы наберешь например но найдешь ты но немного а что-то там отсутствует то есть нужно знать людей которые знают писание в полноте просто описание достаточно уже смотреть что святы отцы толкует потому что часто написано тебе кажется своим мирским умом что одно написано а вот мы сейчас читали послание к евреям до этого да как дети причастны плоти и крови также он воспринял он и дабы смерти лишить силы имеющего держава смерти то есть делала ничего что не поймешь просто это тебе нужно толкование без толкования со сплетенными ногами хочется завязанными глазами и то есть на оттолкование прочитать причем ян зла того святой и дальше уже так по нисходящий там и василий великий и феофилак болгарский который еще ахридский оказывается называется я недавно так узнал вот и ефреем сирин и прочие святые отцы церкви их уже читаешь и начинаешь разные места сравнить понимаешь что это именно про тебя сейчас именно к твоей ситуации приложимо то что о чем речь и только тогда уже действуешь но для этого это же понимаешь вот это меня напред пугает до сих пор даже но сейчас уже меньше напугать что что ты это все долго в голове на памяти иметь потому что ты же не будешь постоянно за библию хвататься бывает ситуация в жизни когда у тебя нету под рукой ну ты уже духом именно должен быть вадимой и основной вектор вот эта магистральная вещь как любовь например и истинное понимание любви они такой как это в мире там принято любовь это не всегда там по голове гладить и не как этот бабушки внуков любят ешь больше спи дольше а это четкая совершенно вещь это то что на пользу душе человеческой должно идти они просто там тоже тебе кажется что ему хорошо будет у меня есть знакомый владимир вукстаголт из такой и он рассказывал какого в детстве мама перекормила настолько что он дистрофе ком стал а потом у бабушки когда его отдали там село до манинцев карпатах на украине бабушка его ничем не заставил не пихала не заставляла есть и не хочешь не ешь и он бегал играть чуть ли неделю ничего не ел потом прибегая баба баба я есть хочу она ему раз эту корку хлеба червствую на стол он какой-то схватил а вот теперь положили смотрю действительно голодный иди побега еще минут 15 я сейчас приготовлю она ведь наготовил там всего я как накинулся как съел и все у меня восстановился ну как правильное соотношение потраченной энергии того что я ем и у меня стало хорошо я стал есть стал массу набирать и у меня уже родители не узнали вот так же здесь то есть мы должны но мы как верующие понятно что должны руководствоваться словом божиим и постоянным применять то что мы знаем к тому что происходит вокруг чтобы не просто по плотским каким-то рассуждением а именно духовно смотреть на все ребенок плачет а почему он плачет он накормлен напоенный сухой не описался ничего чё с ним происходит но он с тебя веревки вьет то есть ну например не факт но если так то значит определенная реакция должна быть они постоянно так не убежишь по первому этому ну и так дальше и в общем пугает меня несколько то что именно мое незнание пока полноте всего этого она меня делать уязвим во многих отношениях то есть я но магистральные какие-то вещи вроде как усвоил но часто там бывает ревность не по не по не по духу скажем тогда бывает чуть там начнешь и чувствуешь мнение что-то я тут шашкой замахала головы летят а результата нету привычки мирские остается да ну и тут вот я себе выписал чего для нашей беседы вот послание а кого 2810 если вы исполняете закон царский по писанию возлюбив ближнего то вы его как самого себя хорошо делайте но если поступаете с лиц с лицеприятием то грех делайте и перед законом оказывайтесь преступниками это вот как раз то о чем мы говорили то есть лица при то есть ты например даже же принял возлюбив ближнего твоего как самого себя ты принял а послание кого это не ветхий завет а это уже после деяния апостолов идет там уже и то есть получается ты принял возлюбив ближнего твоего как самого себя но где приходит два ближних там примере есть это выше до приходит два ближних один богатый а другой бедный три богатого сажать на почетное место потому что тебе важно потому что от него часто хочет получить в ответ а бедного ты как попал осажаешь то есть бедного тоже на свое место не сажаешь например а богатый за на самое почётно на свое и угощаешь по-разному и дальше мы че читаем то есть это уже лицеприятие написано грех делайте перед законом оказавшись преступниками оказывается преступниками почему то есть кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь тот становится виновным во всем и это тебя чел о чем говорит тоже опять же да то есть ты не можешь например все заповеди соблюсти но при этом одну какую-то нарушить и считать что с тобой будет все хорошо ничего подобного ты весь закон ты преступник неважно по какой статье ты преступник и вот избирательные веры не может быть то есть это нужно полностью все исполнить будьте святы как я свят господь то есть и мы не должны это говорить что вот он господь поэтому так говорит не тоже тебе говорит конкретно он он же господь он знает наперед все что ты там будешь наворачивать чтобы это не делать но он тебе конкретно сказал и нельзя это никак мимо пропустить ну дальше вот я хотел по вере и по делам веры если у нас позволяет время еще как у тебя я хотела по лицеприятию добавить давай ты богатого не потому что он богатый ты что-то от него хочешь а например как с подарком да ты же не можешь богатым подарить какой-то дешевый подарок ты думаешь но уже не оценит для богатого надо какой-то дорогой подарок номер нам и так сойдет то есть даже в этом лицеприятие идет даже когда ты ничего корыстного не имеешь за собой а вот все равно ты людей оцениваешь по их вот там достатку внешнего виду еще как-то да а я тут заметил даже в братья у нас читается мы евангелие изучаем да там молимся вместе я смотрю так чё кто сегодня вячеслав все не будет евангелие читать о это я послушаю а сегодня кто георгий ой да не чит как-то потом я думаю ты чё брат делаешь же лицеприятие ты слово божие будет и зачитаться те какая разница кто читает но один больше в полноте скажет другой поменьше какая-то разница если отдернул сразу все я но поймал лишь удалось поймать на этом лицеприятие как раз ну вот теперь пояснить хочется для но для неверующих вы может быть для тех кто считается верующим что такое вера вообще то есть вот послание к евреям 11 глава сейчас будут зачитывать первый стих примера вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом далее он перечисляет праведник им 13 стихе мы читаем что все сии умерли в вере не получив обетований обетование от исполнения обещаний который господь давал а только издали видели он и и радовались и говорили о себе что они странники и пришельцы на земле ибо те которые так говорят показывают что они ищут отечество а если бы они в мыслях имели то отечество из которого вышли ну то есть имеется ввиду что ты жил в каком-то государстве и а господь тебя подвигнул куда-то выйти то дальше он пишет то имели бы время возвратиться но они стремились к лучшему то есть к небесному посему и бог не стыдится их называя себя их богом ибо он приготовил им город и дальше идет про дела веры уже 32 40 стих что их и что еще скажу не достает мне времени чтобы повествовать о гидеоне а вараке а самсоне а ефая давиде саму или и других пророках которые и теперь внимание вот что они делали мы читаем уже праве продела веры веру и побеждали царство творили правду получали обетование заграждали уста львов угошали силу огня избегали острие меча укреплялись от немочи были крепки на войне прогоняли полки чужих жены получали умерших своих воскрешен воскресшими иные же замучены были не приняв освобождения дабы получить лучшее воскресенье другие испытали поругание побои а также узы и темницы были побиваемы камнями перепиливаемы подвергаемой пытки умирали от меча скитались мило тех но мило тебя ты шерстяной плащ такой из овечьей шерсти козьих кожах терпя недостатки скорби озлобления те которых весь мир не был достоин вот здесь внимание весь мир не был достоин скитались по пустыням и горам по пещерам и ущельям земли и все сие свидетельствование вере не получили обещанного потому что бог предусмотрел а нас нечто лучшее дабы они не без нас достигли совершенно совершенство то есть какие испытания тут перечислено вот мы сейчас живем у нас никаких таких я не вижу особо то есть у нас редкие очень редкие есть христиане которые действительно побиваем и убиваем и гоним и вот и вот эта последняя строчка пусть она не смутит никого что бог предусмотрел то что что они не увидят не получили обещанного не получили они не потому что они не получат они потому что один день назначен для вздого сдаяния то есть для выполнение обещанного за все скорби к и терпели терпят люди это именно второе пришествие господа иисуса христа и тогда уже будет все будут они не сейчас получают они получат тогда вместе с нами уже когда будет общий суд произведен но и уже можно сказать завершение тут хотел послание к римлянам прочитать потому что она прямо к нашей беседе очень подходит тут у меня еще выписано ой ой смотри смотри итак ныне никакого осуждения тем которые во христе иисусе живут не по плоти но по духу это вот то что мы должны делать да то есть жить по духу потому что закон духа жизни во христе иисусе освободил меня от закона греха и смерти это то что мы выше читали каким образом закон как христос освобождает от смерти то есть он у дьявола это отнимает как закон ослабленной плоти был бессилен то бог послал сына своего в подобие плоти греховный в жертву за грех и осудил грех во плоти чтобы оправдание закона исполнилось в нас живущих не по плоти но по духу и тут каждый пусть себя до испытает по плоти живет или по духу что ему важнее ибо живущие по плоти а плотском помышляют а живущие по духу а духовному помышление плотские суть смерть а помышление духовная жизнь и мир потому что плотские помыслей помышления суть вражда против бога то есть когда у тебя там заботы много попечения там эти дети в школу тут дом построить жену там обиходите это все важно но перед господом это важно но это не не на первом месте то есть бога не надо это двигать постоянно на второй план а если ты написано что если ты как как там написано то что ну кто на меня упала этого того все в полноте будет у тебя если ты с господом будешь вот и дальше считаем ибо закону божию не покоряются да и не могут вот такие плотские люди посему живущие по плоти богу угодить не могут не могут но вы не по плоти же ведь живете а по духу если только дух божий живет вас тоже как себя испытать живет тебе дух божий или нет делающий грех есть рад греха а написано верующий не не может грешить потому что всеми его пребывает в нем то есть это надо четко себе понять если ты грешишь именно сознательно делаешь грех то это только ты по духу не живешь если же кто дух христова не имеет тот и не его а если христос вас то тело мертво для греха но жив дух для праведности если же дух того с большой буквы кого воскресил из мертвых иисуса живет вас то вас крик воскресивший христа из мертвых оживит и ваши смертные дела духом своим живущим вас и так братья мы не должны не должники плоти чтобы жить по плоти ибо если живете по плоти то умрете а если духом умершляете дела плотские тоже вы будете ибо все водимый духом божиим с суть сыны божия потому что вы не приняли духа рабства чтобы опять жить в страхе но приняли духа усыновления которым взываем а в очи сей самый дух свидетельствует духу нашему что мы дети божии тут по-моему даже без толкования понятно вроде да а если дети то и наследники наследники божии сонаследники же христу если только с ним страдаем чтобы с ним и прославиться ибо думаю что нынешние временные страдания ничего не стоит сравнение с той славы которая откроется в нас ибо тварь с надеждой ожидает откровение сынов божиих потому что тварь покорилась суете не добровольно но по воле покорившего ее в надежде что и сама тварь освобождает освобождена будет от рабства тлению свободу славу детей божиих ибо знаем вот опять же дар что вся тварь совокупность стенает и мучается до ныне и не только она но и мы сами имея начаток духа и мы в себе стена им ожидая усыновление искуплением тела нашего ибо мы спасены в надежде то есть опять да вот мы спасены в надежде надежда же когда видит не есть надежда ибо если кто видит то чего ему не именно и надеюсь то есть какой смысл надеется есть ты видишь но когда надеемся того чего не видим тогда ожидаем в терпении также и дух подкрепляет нас в немощек наших ибо мы не знаем о чем молиться как должно но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными то есть это вот про молитву например ты не знаешь как молиться есть цветы у нас написали молитвы ты читаешь очень возвышенно вот вечерний утрен правил надоедает иногда потому что каждый день одно и то же но когда ты от него отступишь как же они написали просто какие слова неизреченные просто а тут еще их даже слова написано дух сам ходатайствует воздыханиями неизреченными то есть ты даже не можешь не сказать как вот просто господи и от воздыханиями он тебя понимает от выразить это не можешь ремар вот к твоим дачу не сам то есть ты все равно побывал где-то увидел эти чудеса и вот когда люди к этим чудесам привязываются то есть господь чудеса творит с человеком а вот человек уже не хочет творить чудо то есть он дальше то не идет он говорит раз со мной чудо случилось значит я избранный значит я спасенный вот то есть почему вот у тебя дальше да все-таки ты дальше пошел ты не в этом обряда вере не застрял вот у тебя все равно душа то духовной пищи просила я так понимаю ну конечно нет но это это было просто как господь ответил на молитву я ничего не воспринимал больше просто жалился и все как другие ходить свечки покупать ставите все и дальше жить той жизни я просто не понимал это свечки я говорю про свечки не может я их ставил но я не понял я вот не делаю что я не понимаю то есть я чуть не понимаю я вот сейчас свечки не ставлю а зачем-то богу это не надо зачем то есть я не понимаю зачем если кто-то объяснить зачем это и больше и дальше вот именно в духовном развитии еще момент благовестие а благовестие как ты ощущаешь на себе когда ты благовествующие не но когда благовествующие не сказать что прям такой благовестник но иногда случается побеседовать там где-то едешь поезде или где-то там евангелия раздашь и с кем-то поговоришь ну чувствуешь что не зря время потратил даже не то что ты там чувствуешь что там от твоих слов кто-то обратиться нет ты сеешь как сеятель а дальше уже это господь действует там не наше это дело у нас призывающие есть есть обращающие благодать нас дело просто посеять ну чувствуешь что не зря время потратил ни разу не было такого чтобы я был разочарован что я вышел на это поприще или с кем заговорил это только если например меня начнут каким-то сбивать там аргументами или богохульствовать ну тогда просто именно иногда не остановишься и жалеешь потом что надо было просто не метать бисера отойти просто от это такое было несколько раз но могу даже назвать пример так чтобы люди не смущались например мы шли как-то и там был храм и божья-матерь изображена там икона висит и два моих одноклассника я беру вот смотрите она изображена как но как женщина уже такая в годах а ей говорю так ну примерно 14 лет было когда она христа то родила ну примерно гульта то есть 1416 там в этом районе там разные есть версии вот и тот один прям ну как вот сатана действует он прям не задумываясь так как дух святой значит это развращение сыр несовершеннолетних совершил то есть как можно вывернуть мне даже в голову не вылезал что может такой ляпнуть все я попятил сразу прям замолчал у меня думаю сейчас господь умер твит просто это вообще нельзя такое и я прям до речь потерял но вот надо быть осторожным оказывается даже с такими вроде бы то есть я просто хотел сказать что изображают его как совершенно взрослую там за 40 лет а едет на про 16 14 это явно что несоответствие какое-то идет вот именно с плоденцем уметь сюда даже вот на таком бывает ловит а так в принципе да ну так вот дальше что давай это читаю все-таки притом знаем что лишь любящим бога призвано по его изволению все содействует как благу то есть вот это тоже смотри ты начинаешь что-то делать на духовной ниве не на душевные на на духовный душевная духовно уже отличается сильно и тебе все содействует к благу ибо кого он приду предузнал тем и предопределил быть подобными образу сына своего дабы он был первородным между многими братьями а кого он предопределил тех и призвал а кого призвал тех и оправдал кого бром оправдал тех и прославил то есть полностью вот здесь апостол нам дает тропинку как это как нас господь ведет то есть он нас и подкрепляет и призывает и признает и оправдывает и прославляет в конце концов что рассказать на это если брать правильно да если бог за нас кто против нас вот говорят суворов там говорил кто против нас если бог за нас цитировал как-то да он даже не мог понять как ты кто это может быть как израильтяне тоже они что же они у них это было лозунг как-то с нами господь как он давит вышел бы это какой-то пёс гуля в чем там как посмел там вообще на господь тут тяпка час его быстро будто у него такая уверенность была кто этот на богу вышел сейчас его раз и все господь дал ему на его прощай как когда вы все и нету гляпа то есть именно уверенность упование такое ну вот и дальше мы читаем тот который сына своего не пощадил но предал его за всех нас как с ним не дарует нам и всего то есть есть если господь отдает даже сына своего то есть одно из лиц строится он отдает за нас неужели можно сомневаться что он все остальное то нам даст весь этот мир если это нам надо будет кто будет обвинять избранных божиих бог оправдывает и кто осуждает христос иисус умер но и воскрес он одеснует бога и он ходатайствует за нас это надо помнить тоже всегда верующим он за нас постоянно ходатайствует я за него жизнь отдал кто отлучит от нас от любви божией скорбь или теснота или гонения или голод или нагота или опасность или меч как написано за тебя умерщвляют нас всякий день считает нас за овец обреченных на заклание но все сие преодолеваем силы возлюбившего нас ибо я уверен что не смерть не жизни ангелы не начала не силы не настоящие не будущее не высота не глубина не другая какая тварь не может отлучить нас от любви божией во христе иисусе господи нашим вот такое послала это вот это достаточно прочитать вот столкованием человеку который начал только к богу приходить вот этот момент вот фрагмент вот это послание к римлянам 8 глава с 1 по 39 стих тут очень много можно открыть даже без толкования сейчас читаешь под просто остановить ну и про верующих вот тут мы тоже обсуждали недавно и римея если прочитать 32 глава 39 стих 40 и дам им одно сердце один путь чтобы боялись меня во все дни жизни к благу своему и благу детей своих после них и заключу с ними завет вечный вечный завет по которому я не отвращусь от них чтобы благодарить им благотворитель и страх мой вложу в сердца их чтобы они не отступить не отступали от меня этот про страх и про то что господь дает нам одно сердце там вот с тобой со всеми верующими то есть у нас бывает что вот у меня там характер такой никакого нету у тебя одно сердце уже есть ты верующий есть свои свои особенности но в целом магистральные какие-то вещи они у нас общие у всех и еще конечно страх вот про страх кремленам читаем 2 16 в день когда по благорестованию моему апостол пишет бог будет судить тайные дела человек ведь но вот мы когда судим да мы бываем судьями одних только явных дел ну то есть я вижу там ты безобразничаешь там брат безобразничает это явные дела но тут написано именно тайные дела и так вот внимание теперь каждый обратясь к своей совести сейчас кто слушает прямо размышляя своих грехах значит потребуйте строгого отчета от самих себя что в тот день нам не стать осужденными вместе с миром потому что это суд страшный будет престол судьи грозен требования отчета будут исполнены содрогание там река перетянута огнем там мы читаем у этого у даниила видел я наконец что поставлены престолы и воссел ветхий днями на то есть господь одеяние на нем было бело как снег и волосы главы его как чистая волна престол его как пламя огня колеса его пылающий огонь то есть представь себя на суде божием вот эти у нас есть страшный суд иконы и представь что ты вот там стоишь голенький и все твои дела вот эти тайные дела человека не просто грехи явные а именно тайные они все становятся видны и не просто видны то сейчас вот представь церкви даже кто в церкви ходит даже не в церкви даже не верующий положим неверующий вот все твои дела сейчас там все знак свои родственники знакомые все узнают что ты почувствуешь все твои то есть то что ты думал даже ты например не сказал ему но думал отвяжись там от меня зараза а сам улыбаешься но даже такое это всем при всем станет твоим только знакомым что ты почувствуешь а представь что весь мир будет на тебя смотреть и ты сам будешь знать что все твои дела знают это же ужас должен быть какой и псалом 48 8 мы читаем человек никак не искупит брата своего и не даст богу выкупа за него то есть тут к чему как бы призыв идет что ты вот эти все даже свои тайные дела при это сейчас собери на листочек запиши делом слова помышлением что-то там где безобразничал и это исповедую побыстрее потому что исповедь она омовение на тобой и должна произойти метана изменения покаяние должно произойти то есть они просто это принес батюшки на листочки и дальше то же самое продолжаешь как пес на на болевотину возвращаешься нет ты уже суда не возвращаешься не ходишь но делаешь все что тебя зависит чтобы не безобразничать ну как пример вот мы приводим что говорят а как тут верующий не может грешить как-то ну а очень просто сознательно имеется ввиду вот у меня я мужчина естественно если я вижу полуголую женщину у меня воля-неволе я могу на нее посмотреть даже может от меня не зависит я просто иду где-то дорогой они сейчас ходят но все там видать просто я посмотрел я на нее это не смотрел специально но посмотрел это что грех так и это нет еще но если я уже отвернулся смотрю там безобразие какое-то безобразие кстати тоже слово хорошее без образа то есть образ божий в нас а мы безобразие творим то есть мы из образа этого божий выходим плотские становимся так вот я смотрю там безобразие один раз посмотрел отвернулся а вот если я уже знаю что там не сейчас красота какая-то но плотская сейчас там я увижу ее красоту еще раз повернуться посмотреть вот это я уже знаю что это грех второй раз это уже я уже согрешил получается а когда первый раз ты случайно посмотрел это нет то есть вот такое разделение ну и как бы тут уже хотел еще притча 10 девок сказать что матфея 25 113 по поводу того что про добрые дела наши христианские то есть мы уже поняли что такое вера какие были праведники какие обетования какие гонения теперь что нам делать и вот сейчас мы уже положим уверовали и тогда подобно будет царство небесное десяти делом которые взяв светильники свои вышли навстречу жениху из них пять было мудрых и 5 неразумных неразумные взяв светильники свои не взяли с собой масло мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих и как жених замедлил то задремали все и уснули но в полночь раздался крик вот жених придет выходите навстречу ему тогда встали все девы те и поправили светильники свои неразумные же сказали мудрым давайте нам дайте нам вашего масла потому что светильники наши гасну а мудрые отвечали чтобы не случилось недостатка и у нас у вас пойдите лучше продающим и купите себе когда же пошли они покупать пришел жених и готовые вышли вошли с ним на брачный пир и двери затворились тут внимание после приходит и пару прочие девы и говорят господи господи отвори нам он же сказал им в ответ истинно говорю вам не знаю вас и так бодрствуйте потому что не знаете ни дня ни часа в который приедет сын человеческий и что мы тут для себя какой вывод ну толкование открыть то мы читаем что девы мудрые это те которые делали дела божие то есть заповеданные заповедь исполняли и милостыне творили а девы неразумные они думали но когда еще помирать то я еще успею а тут написано не бодрствуйте потому что не знаете ни дня ни часа в который придет сын человеческий то есть как мы читаем вечерним правилам неужели гроб этот подровни сей гроб будет или еще окаянную мою душу просветишь и днем то есть ты не знаешь может быть ты уснешь и не встанешь молодой ты не молодой неважно то есть дела ты должен творить час не надо рассчитывать что ты сейчас согрешишь а потом через шестьдесят лет ты покаешься не я потом забивать будут мне сейчас нас деньги зарабатывать а заповеди потом буду исполнять ничего так не выйдет парень тут не въедешь на кривом осле тут девы благочестивые перед ними закрылась а вас просто не добрые дела дела милосердия да делает но не в южном не в нужном объеме может быть даже то есть или делали частично вот как я говорю что они думают что у них время то еще есть на это все времени не оказалось но это страшно услышать то есть отвори нам господи господи они кричат на представь это истинно говорю представь истинно говорю вам не знаю вас все я не знаю там не холодный потом без сознания можно рухнуть представь и сатана тут подскатил тебе это вообще ужас и и матфея 1340 посему как собирают плевел и огнем сжигают как будет при кончине века сего то есть плевела соберут сожгут все ты уж пойми ты либо плевел ты либо нет вот ну и вот соответственно побуждение нас ефесина 514 посему сказано стань спящий и воскресни от мертвых или осветит тебя христос то есть ты мертвый тот который был все твое новое ты обратился ко христу теперь все у тебя новое должно быть на старый характер уже нельзя ссылаться ты должен это перетерпеть помолиться то есть ничего уже нельзя говорить что вот у меня характер такой вздорный поэтому я вас там обматерил или там ограбил или еще что-то ну характер у меня такой вот так и слышал так говорят люди нет уже ты в молитвах за врагов молишься нет привод такого чтобы за врагов это же нету это закон просто духовный он превышает закон природы и или например творите добро творящим вам злое это откуда такое это то это враг голден накорми его это закон уже идет выше закона именно природного это не по-плоцкому это вообще безумие как-то чего ради я буду творить молиться за обижающих и тех кто меня там убивает это уже выше природного а природное надо его в ответ заколоть это это по-плоцкому абсолютно нормально так и война оправдана этим если если христос не родился и не воскрес и не дал нам евангелие то война это очень хорошо но мы как верующие мы знаем что это никак нельзя то есть нам это заповедано наоборот враг голден накорми его не убивать не надо его вот и и слово божие мы узнаем что человек нуждается оторви от себя и да ему то есть такой закон у нас это поэтому павел говорит что бог будет судить по моему благовествованию то что мы выше читали да то есть он сказал и все так и вот он и будет судить вот и в храмах если сейчас храмах исчезает проповедь некоторых исчезает понятие о суде божьем вот этот страх людям не прививается понятие справедливости она искаженная там проповедь благоествование стоит но не на первом месте благая весть на земле бывает когда сын нашелся например потерянуте нашелся там чадо твою избавился от болезни какой-то вот люди вот там исцелим но знаешь там часто же бывает даже ну евангелие читали но сын у тебя вот исцелился ты хочешь всем рассказываешь как вот те прокаженные там и прочее а именно благоествование христова спасения христе что он умер за наши грехи что он будет судить за каждое слово как за помышление за все каждого человека то есть этого вообще почти нету и ну есть но редко и вот надо помнить что в день когда по благослованию моему бог будет судить тайные дела человеков через иисуса христа это конечно ну и когда неверующие сталкиваются я по себе могу сказать по мне еще евангелие полностью не проехалась и может быть до конца жизни она еще будет проезжаться я надеюсь на это но потому что каждый раз по-новому открывается это глубина потрясающе когда ты сталкиваешься с словом божиим она реально судит помышление намерение сердечное проникает разделение души и духа то есть это не какие-то слова вот как я вначале говорил что именно постараться духом понять что я говорю потому что красноязычность она все-таки есть в какой-то мере уме я не говорю он первое интервью вообще в моей жизни может и третий час разговоры это слово божие и когда ты сталкиваешься с тем что ты еще у меня вот собственно библия почему библия меня коснулась ну там ты считаешь и это актуально вот прям щас и прямо про тебя но чтобы это принять это нужно искренне от всего сердца быть готовым к этому и не закрываться и честно вот начать себя анализировать а как это ко мне относится и есть ты по-честному подойдешь и приложишь с толкованием прочтешь евангелие приложить на свою жизнь то тебе нужно признать будет что все что до этого делал ну основная масса это все не туда ты мимо шел не той дорогой есть правильная дорога то есть ты должен тот перечеркнуть в основном все отвергнуть себя вот это да то что мы читали выше потом там то есть ты пока не отвернулся это первая ступенька идет потом 2 возьми крест а потом только свет за мной ну а у меня например сейчас идет первый еще ступенька но вот с бородой я уже отвергся себя за там по другим делам там еще я еще заднюю могу дать то есть я стараюсь не давать но бывает что чем там начинает плоткое перехлёстывать то есть я еще даже может крест не взял где-то а некоторые думают не я сразу за христом пойду вот эти две ступени пропустим а это не важно там борода не важно там это я буду там футболки ходить там ну ходи футболки я-то буду это как его шортах ходить в храм бог же сердце главное даже мне твое сердце написано сыне они юбку длинную нет это ты только фантазируешь что ты веришь вот это реально вот это я отвечу слова услышал словом мне очень понравилось я не знаю от кого он слышал то есть я реально даже сам до сих пор понимаю что я фантазирую что я верующий я только фантазирую воображаю что я еду как будто на машине а на самом деле я только это у меня в компьютере она едет а сам я не еду то есть я смотрю как другие катаются мне нравится вот только хорошо поехал какой он верующий молодец и я как бы к нему примазываюсь но мне просто приятно с ним находиться он приятный меня никто не ругает не это но и даже если ругают все как-то с любовью да и вот если ты такой верующий то ты как я вот был я был такой же почему-то в храм ходишь но там поют хорошо там исповедь там причастия причастие это реально ну это невозможно не почувствовать просто и исповедь искренне невозможно почувствовать что с тобой происходит и верующие там все эти чаи любят пить там еще что-то там всякие праздники собираются все очень мило духа обличения практически нету меня никто ни разу сколько я хожу 6 лет храм я не слышал что мне хоть раз кто-то обличил вопрос подошел скал брат ты зачем храме болтаешь например по милосу и обличить хочу можно пуговичку надо застегнуть верхнюю горды застегнем отлично вот то есть нет вообще этого но не было и как то есть ты вот ты на одном месте как в этот вот играть тихо сравнивают помет куриный разболтал ведре вот так вот и все и она осталась на месте а его же надо вылить ведро то очистить надо но ты сейчас реальное дело веры показал то есть тебя влечили ты тут же исправился и пошел дальше но я тебя благодарю брат во славу боже даже в одном духе то игре можно на христе долго говорить добавить еще хотел просто вячеслав забыл своим сказать этом ролике у него самый ключевой поворотный момент был у меня такого не было у него был у него один из его учителей там по ну по боевым искусствам он как-то с ним он там всю эту блевотину собирал там по этим всем вылетание из тела и прочее он много чего прошел именно по разным этим заблуждением именно вячеслав и он с этим разговаривал когда на тему веры веры он ему сказал я верую во святую троицу просто все он большим ученик говорил просто уверен сказал я верую во святую троицу и он горит меня столько это уверенность поразило что я понял что тут такое есть и после этого не перелом пошел то есть это к тому что иногда достаточно исповедовать кратко не как вот я сейчас тут растянул на два с лишним часа а кратко сказать человеку и все но вовремя сказать и это может полностью развернуть человека так что их призываю не стесняться исповедовать тихо научно занятий сказал но ты читаешь слово божие ты молодец ты хорошо поступаешь для своей души но ты кому-нибудь сказал о том что ты читаешь то есть рядом человек знает что ты читаешь да кому-то передал то есть как важно благовестие хоть один снопик принести с собой но у меня все знают вокруг что я верующий вот я начальник пришел сейчас кино работать я увидел как они воруют там и я два и написал ему ночью письмо мне говорит я в жизни никогда такое письмо не получал он не два раза на беседу приглашал по два часа мы с ним с лишним разговаривали он мне объяснял я ему пишу вор царстве божий не наследует говорю написал он прям в письме это он не говорит да вот там это есть не воровать да тут никто не это компанию на закрывать я говорю только закрывайте чё дороже то ты душу свою потеряешь нет нет вот так все делают и короче два раза мне пытался по два часа объяснить и только еще больше увяз в том что вор это что ему за это осуждение будет при том что я ему еще и сказал он еще большему осуждение потому что раб знающий волю господина бит будет много тут главное в обличении остановиться вовремя и нам с тобой надо остановиться вовремя отпускать за такую беседу за такую подробную душевную видно что как ты с любовью с душой ко всему подходишь и благослови тебя господь спаси христос крепи вере слава христом с мира да давай счастливо